Добрый вечер, приветствую вас в программе по-русски с немецким акцентом. С нами сегодня на связи в далекой Москве российский политолог Дмитрий Орешкин. Добрый вечер, Дмитрий. Здравствуйте, добрый вечер. Вы еще и политгеограф, может вы расскажите вкратце нашим телезрителям, в чем состоит суд политгеографии? Ну, прежде всего, политгеография это наука о неравенстве, неравенстве территорий. Ну, для немцев понятно, что, скажем, культурным, экономическим сильно отличается от Баварии. А вот в России эти различия еще сильнее, потому что у нас же есть национальные республики, у нас есть супер, так скажем, урбанизированные территории типа Москва и Петербурга, по которым все знают Россию. А есть очень глухая провинция, где ситуация застряла там на середине 20 века и не развивается. Вот это вот разнообразие и как оно проявляется в настроениях людей, в поддержке власти, в голосовании, в демографических процессах. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Вот это, собственно, и есть объект политической географии. Это тема, которая, мне кажется, в советские времена была, ну, скажем так, отодвинута на задний план, потому что мыслилось, что Советский Союз это единое, неделимое, монолитное, красное пятно размером в одну шестую часть суши. А на самом деле это было, конечно, не так. И были мусульмане, и были православные, и были граждане, и были колхозы, и везде все было по-разному. Но мы этого не понимали. Мы как страна. И поэтому, когда она вдруг развалилась, для всех это было шоком. А для политгеографов, ну, скажем так, не то чтобы неожидаемым событием, но неудивительным. Я слышал ваш доклад на форуме в Вильнюсе, российский форум, который организует российский МИД. И мне это было настолько... Российский МИД, я уже говорил, типунный язык. Это отнюдь не российский МИД организует, конечно, не дай бог. Это организует литовский МИД, а то у нас были бы другие доклады. Я бы вас там не услышал. Тогда бы мы с вами имели другой вид. Да, это точно. И меня очень сильно потряс ваш доклад. То есть это было крайне интересно. Вы говорите, что есть несколько России, да? Если бы голосовали только большие города или с северной европейской части, вы говорите, результаты были бы совершенно иные. Да, мы имели бы другую Россию. Ну, понимаете как, люди говорят по-разному. Вот, например, есть Наталья Зубаревич, известная экономика, географ. Она считает, что России четыре, на самом деле. Крупная городская, сельская, национальная и еще какая-то, я не помню, среднеградская. Но зависит от того, какой метрикой мерить. Вот я мерю электоральной метрикой. Вот есть цифры, которые фиксируют голосование данной территории. Неважно, в какой степени оно фальсифицировано. Есть цифра. Вот она вот существует. В каких-то территориях почти не фальсифицируют, в каких-то очень сильно фальсифицируют. Но, тем не менее, так или иначе, от нуля до ста процентов у нас есть явка и у нас есть поддержка партии власти. Вот. Это стандартная метрика. И, когда ее кладешь на карту, вылезают, естественно, различия, которые требуют объяснения. По моим представлениям, как минимум, вот как минимум, в России есть две вселенных. С точки зрения политической географии, с точки зрения электоральной, даже избирательной географии. Это достаточно продвинутые, европеизированные. Москва, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермин и так далее. Города-миллионеры. И прилегающие к ним территории. И еще есть то, что я называю электоральные султанаты, где результаты голосования есть, а самого голосования, ну, в европейском смысле, нет. Электоральные султанаты. Красивое слово сочетание. Ну, например, Чечня, когда председатель местного законодательного собрания, господин Абдурахманов, уже 7 лет назад, кажется, в 2012 году, нет, это было даже в 2010, кажется, году, сказал, что если бы надо было 120% сделать, мы бы этот результат могли достичь за Единую Россию. Им могли бы, и никто бы ничего не сказал. Потому что, ну, такая специфика территории. Там сколько надо, столько нарисуют, грубо говоря. Но нас не это занимает, как они рисуют. Нас интересует специфика. Вот есть регионы, где 100% монолитная, за кого надо голосование. Там Чечня, Дагестан, Татарстан. Несколько таких регионов. 15 примерно штук. Есть регионы, где голосуют, ну, почти по европейским стандартам. Особенно это к Москве относится. Там грубого фальсификата нет. Потому что Москва проявила характер в свое время. В 2011 году вышла на Болотную площадь. И московские власти перестали, грубо, переписывать результаты голосования. Пожалуй, это единственный такой регион в стране. Ну, так вот, если мы говорим про географическую специфику, то ведь у нас есть, скажем... Для меня было удивительным, когда я занялся этой проблемой, что через карту голосования просвечивают какие-то совершенно удивительно глубокие корни народные. Ну, например, вот в север от Москвы, Вологда, Архангельск, там совершенно другое голосование. Там голоса расходятся по разным корзинам. Кому-то нравится ЛДПР, кому-то коммунисты, кому-то нравится Путин и так далее. А вот южнее Москвы, в черноземной зоне, там монолитные, гораздо более монолитные голосования. И больше признаков того, что это голосование рисуют местные власти. А вообще, если мы отойдем в Северный Кавказ, то там наполовину голосование нарисовано, а местами даже и больше. То есть, это, глядя из-за рубежа, кажется, что Россия это нечто единое и монолитное. А глядя на результаты голосования, мы понимаем, что совершенно нет. И понятно, когда, например, в Магадане мало голосуют за коммунистов. Можно в себе понять, почему. Потому что есть некоторые воспоминания. А вот почему Ярославль так поступает? Это особая история. И действительно, Ярославль и Ярославская область, они систематически коммунистам не додают. А соседняя Кострома, например, додает. И здесь требуется некоторый такой специфический географический анализ. Другие люди, другая история, другая региональная культура. А к югу от Москвы, наоборот, Курская область, Пензенская область, Брянская область, Рязанская область. Это так называемый красный пояс. И там другие люди. Они по-другому видят мир. Они по-другому относятся к Москве. У них другие представления о патриотизме. И у них другие отношения с местным руководством. Они не хотят с ним ссориться. Поэтому там совершенно другие результаты. Это вполне естественно, к этому привыкли. Есть такое понятие, было в 90-е годы, как красный пояс. Красный пояс. Как раз коммунистов голосовали. А сейчас он стал синим поясом, что удивительно. Синий – это цвет Единой России и Путина. Там почти так же страстно, как в 90-е годы поддерживали коммунистов, теперь поддерживает Владимира Путина и партию Единая Россия. Это зона опоры этой партии и президента. В большей степени, еще в большей степени, это относится к электоральным султанатам. Потому что они зависят от Москвы, они дают ту цифру, которая Москве нужна. Но электоральных султанатов немного. Все-таки их 15-20 штук. А как это значило с красным поясом исторически? Почему там именно такой настрой? Вот это для меня был, и для меня, и для, скажем, там, ельцинских начальников 90-х годов. Они были очень удивлены. Потому что они искренне, как специальники, мыслили Советский Союз как нечто единое и целое. А оно оказалось удивительно разнообразным. И почему-то вот к югу от Москвы пошел результат за коммунистов. А к северу наоборот. Но поскольку у нас большая часть крупных городов к красному поясу не принадлежит. Там все-таки города не самые большие. Орел, Брянск, Тула, скажем там, Тамбов. Они не миллионеры. То в 90-х годах крупные города хотели европейского развития. Когда я говорю города, я имею в виду такое общее объединение. И люди, и местные элиты, и члены избирательных комиссий, и даже силовики. В 90-х годах они хотели двигаться по европейскому пути. И поэтому Ельцин побеждал. А вот к югу от Москвы преобладали консервативные настроения и отношения. Там не любили эту дурь московскую. Они прямо так и называли. Эту перестройку. И местные начальники, да и население тоже. А население патриотическое. Они еще хранят традиции тульских засек, курского казачества. Вот это все живо на самом деле. Плюс определенный тип жизни. И они голосовали отчасти по доброй воле. Потому что хотели вернуться к советским ценностям. А отчасти позволяли местным начальникам подрисовывать. И не протестовали. Потому что это, в общем, не вызывало у них возмущения. Поэтому там голосование монолитнее и в ту сторону, в которую нужно было тогда коммунистам. А сейчас они перевернулись. Сейчас местные начальники и местное население с патриотическим таким сентиментом. Ну, казаки. В общем, они и искренне поддерживают Путина. И административный ресурс там поддерживает Путина. Поэтому красный поезд стал голубым. И тем не менее, там еще есть довольно заметные признаки фальсификата. От них, ну, как раз они проявляются в том, что местами заведомо повышена явка. Местами заведомо повышен показатель консолидации голосования. Ноль против всех, например, что в нормальных условиях не бывает. Ноль испорченных бюллетеней. Что в нормальных условиях тоже не бывает. Уж одна-то бабушка из ста ошибется при заполнении бюллетеней. А там нули. Вот эти косвенные показатели говорят, что да, там немножко приписывают. Но немного. Ну, 10-15%. Вот так вот. Что, в общем, все равно нарушение закона. Но у нас в стране, говорят, ну ладно, все равно Путин популярен. Какая у него разница? 70 он получил или 60. То есть есть регионы, кроме Москвы, тоже еще, где не приписывают или мало приписывают? Про Москву вы уже говорили. На разных выборах по-разному. Есть. Значит, конечно, но в основном, прежде всего, это крупные города. Но, например, в Петербурге приписывают. И это довольно легко установить, потому что есть так называемый выборочный метод. Берешь под контроль, там, скажем, 10% участков города. Что значит под контроль? Получаешь первичный протокол голосования. А ведь у нас фальсификат в основном, если делается, то он делается, так называемым, ночным образом. Когда получили протоколы, принесли, ну там, маловато что-то за Единую Россию получилось. Давай-ка мы в этот участок там прибавим 300 голосов. То есть они ночью просто переписывают протоколы. Задача наблюдателя в этой ситуации взять первичный протокол, не искаженный. И посмотреть, вот у тебя вот первая копия и вот официальные данные. Они на 300, на 500 голосов могут отличаться. Как только начальники поняли, что с наблюдателями лучше не драться, там, где наблюдатели есть, там результаты не переписывают. Там ночного фальсификата нет. Поэтому вы берете выборку там, где есть наблюдатели, и сравниваете ее с остальной. И вы видите расхождение там на 10-15%. Значит, если обеспечили наблюдение, то результаты одни. А если нет, ну там немножко подкорректировали их в правильную для начальства сторону. Так вот в Москве этого нет после 2011 года. В Москве ночного фальсификата практически нет. Это не значит, что там нет каруселей, там каких-то вбросов. Но это все пустяки, потому что, ну, это крику много, а проку мало. Привезли 30 каких-то там гастарбайтеров, но они проголосовали. Ну, 30 голосов прибавилось. А что это такое, если на участке голосует тысяча? Ну, это ерунда. А вот если ты взял и вместо 200 голосов приписал 700 ночью, то вот это да, это вот серьезный фальсификат. Так вот, в Москве нет ночного фальсификата. Дневной по мелочи есть. В Питере он есть, но ограниченный. В Новосибирске не очень много. Парадокс в том, что сейчас в Новосибирске очень влиятельная коммунистическая партия. И сейчас коммунисты стали в электоральном смысле одни из самых серьезных борцов за демократию. Потому что их сильнее всего обижают, когда переписывают протоколы. То есть, это советская модель, которая была до 90-х годов, когда рисовала коммунистическая партия 99,9 за курс партии и правительства. И это делали, естественно, члены коммунистической партии. А сейчас наоборот. Члены Единой России гнобят коммунистической партии и у нее забирают голоса, берут себе. Ситуация смешная, но вот действительно в Новосибирске, поскольку влиятельная коммунистическая партия здесь, там меньше жульничают. Меньше жульничают, например, в Алтайском крае. Потому что там сильное наблюдательское движение. А там, где нет наблюдателей, ну, прежде всего, республики, конечно. Там ситуация хуже. Причем не все республики. Вот, скажем, Хакасия нет, скажем, Хоми нет, Карелия есть, но не очень. А вот Северный Кавказ, там никаких ограничений, там рисую не хочу. Электоральный эмират. Эмираты, султанаты. Сультанатами говорят. А как там тоже просто ночью приписывают, или как они это делают? Там вообще очень все. В некоторых территориальных избирательных комиссиях, так называемых ТИК, там вообще с избирателями очень просто. Получают сверху копии, не копии, а протоколы, бюллетени виноваты, прошу прощения. Бюллетени со всякими голограммами, с массовыми степенями защиты и так далее. Кладут их в сейф, делают ксерокс. Избирателям дают эти самые ксерокопированные бюллетени. Избиратели ставят там галочки, после этого эти бюллетени выбрасывают, достают из сейфа чистые, неиспользованные, ставят галочки где надо. И вот, пожалуйста, вам проголосовали там 99% за кого надо. Но это самые вопиющие случаи. А так обычно, ведь чеченцы, они нормальные люди. И они совершенно не горят восторгом голосовать на таких выборах. И они в значительной степени просто их прогуливают. И там явка 30-40%. Ну, кто-то приходит, кто-то не приходит. Но нарисуют там 90%. И если кто-то будет возмущаться, то с ним разберутся очень жестко и очень быстро. Поэтому никто не возмущается. Поэтому результаты такие, какие надо. И все это знают, и в Центральной избирательной комиссии это знают, и в Кремле это знают. Но не хотят спутываться, потому что себе дороже будет. Есть взаимоотношения с местными властями. Местные власти получают из Москвы дотации, а взамен дают правильную электоральную цифру. Это модель чисто Советского Союза. Просто в данном случае не за коммунистическую партию, а за партию Единой России и за президента. Но надо же понимать, что эти электоральные султанаты, еще раз хочу сказать, это 10, 15, максимум 20 регионов. А всего их в России 85. И фишка заключается в том, что чем пассивнее, чем неохотнее голосуют крупнейшие города, тем большую роль играет в подведении результата окончательного голосования вот этих электоральных султанатов. Ну, представьте, в Москве там избирателей 7,5 миллионов, а в Чечне 700 тысяч, в 10 раз меньше. Но в Москве явка в 5 раз ниже, а в Чечне она почти стопроцентная. Значит, вот эти 700 тысяч с явки в 95% придут, и из них 95% проголосовали за кого надо. Значит, 650 тысяч голосов за кого надо. А в Москве придет голосовать 2 миллиона, из них там треть выступит за Единую Россию. И это будет примерно те же самые 600-700 тысяч. То есть Москва в 10 раз более влиятельная в смысле населения, в смысле голосования ведет себя примерно так же, дает примерно такой же объем физической поддержки партии власти, как Чечня. Если бы москвичей всерьез достали, если бы они пошли и проголосовали против, была бы совершенно другая картинка. Но сила действующей власти в том, что, в принципе, москвичам, может, и не в радость, но их не так сильно обидели. Поэтому они предпочитают выборы прогуливать. И это на пользу действующей власти, потому что это так называемая стратегия низкой явки. Чем меньше народу в Москве, в Питере, в Екатеринбурге придет голосовать, тем больший вклад, относительный вклад, будет со стороны вот этих самых электоральных султанатов. Если позволить, я просто дам простой пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Вот смотрите, на выборах 2016 года, я имею в виду выборы в Государственную Думу, партия «Единая Россия» набрала 28,5 миллионов голосов. 28,5. Из них около 10 миллионов пришли из электоральных султанатов и регионов, которые ведут себя сходным образом. Польша третий. Больше третий. От общего числа голосов. А если посмотреть вес вот этих самых электоральных султанатов, ну это 12, максимум 15 миллионов избирателей, а в России их 110 миллионов. Только потому, что продвинутые европеизированные, урбанизированные зоны предпочли лежать на диване, получилось, что «Единая Россия» набрала треть ее объема голосов, больше третий. Это вот за счет вот этих вот султанатов. Так что, когда люди говорят, не ходите на выборы, не играйте с властью, она на персточник и так далее. Это самообман на самом деле. Но работает он потому, что надо отдать должное режиму, не так уж плохо люди живут, чтобы встать и проголосовать против. Нет, еще нас до этого не допекло, поэтому люди предпочитают выборы игнорировать. Хотя они себе объясняют, они придумывают себе там сказки, что они такие гордые, что они независимые, что они не хотят играть с жуликами. На самом деле, это, конечно, просто лень, потому что 20 лет идут попытки проигнорировать выборы, и 20 лет они приводят к контрпродуктивным результатам. Что Борис Немцов к этому призывал, что Навальный к этому призывал. А в результате получается то, что получается. Власть умнее, чем кажется. И она этот вариант раздражения против выборов, презрения к выборам, она обращает на свою пользу, потому что в Чечне неважно, сколько людей пришли, нарисуется равно 90%. А в Москве, где фальсификата нет, ну пришли 30%, вот и будет 30%. Из них там примерно треть за Единую Россию. То есть примерно 10-15% от всего объема избирателей. А в Чечне 90% от всего объема избирателей поддерживают Единую Россию. И это и географическая проблема, это социальная проблема, это политическая проблема, какая угодно. Но просто надо понимать, что страна голосует по-разному, и поддержка этой самой Единой России, партии власти, она очень неоднородно распределена по стране. И, в общем, я думаю, что это не очень хорошо для Единой России, потому что как раз в продвинутых территориях она выступает слабо. Это партия, которая собирает максимум результатов глубоко в провинции, особенно в национальной провинции. А при президентских выборах похожая картина или она колоссально отличается? Нет, колоссального отличия нет. Общее распределение то же самое. Тува, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, они все дают 90% поддержку. А, скажем, та же самая Москва и Петербург, они скромнее. Если взять 2012 год, то там единственный регион, где Владимир Путин не набрал 50% в первом туре на президентских выборах, это была Москва. 47% он официально получил в Москве. Это много. Любой европейский политик был бы счастлив. Зеленский нет. Зеленский нет, а другие все, да. Ну, Зеленский наполовину европейский политик. Да, ваше право. Не обижайте. Ну, не, ну, что, мое дело географическое, констатировать, где же так. Ну, вот, реальный результат Путина в Москве тогда был 42%. Я почему говорю? Потому что было очень много участков под наблюдением. И там, где были наблюдатели, получилось 45%. И там, где их не было, получилось там 48%. Когда суммировалось, получилось, в общем, где-то около 47%. И это, ну, у каждого метода есть свои пределы точности. Вот, когда мы говорим о выборочном контроле, мы понимаем, что мы не абсолютно точную цифру продаем, а плюс-минус, да. Вот плюс-минус 2% это точность нашего метода. Поэтому, по нашим данным, получилось 45%. По официальным данным 47%. Для меня это примерно одно и то же. Потому что в пределах ошибки метода получается. А в Петербурге, в том же 2012 году, там, где были наблюдатели, у Путина было 49% плюс-минус 2%. Вот так вот. А там, где не было, официальные цифры, 59%. Вот, вот и вам разница. Примерно 9% пунктов ему там в Питере пририсовали. А в Чечне пририсовали бог знает сколько. Потому что у нас там нет наблюдателей. Мы не можем сказать, как на самом деле люди голосуют. Вот. Так что проблема в том, что когда в 90-е годы шел выбор между коммунистическим режимом и, скажем так, посткоммунистическим, то есть частная собственность, конвертируемая валюта и так далее, крупные города, все продвинутые территории и огромное количество людей, была очень высокая явка, высказались за европейский путь. А Зюган, тогда получилось, что Ельцин был президентом крупных городов, продвинутых территорий. Он там собрал основную поддержку. Там, кстати, фальсифицировать гораздо труднее, чем в провинции. Там есть протесты, наблюдения, адреса. Понятно, да? А Зюганов как раз свою поддержку собрал в основном в этих самых электоральных султанатах и вот в Красном Поясе. То есть там, где мелкогородское население, традиционное, консервативное. Это не значит плохое. Это значит, оно другое, оно консервативное. Не такое, как москвичи и питерцы. И сейчас такая же картинка у Владимира Путина. Он президент не крупных городов. Он президент провинции. И в первую очередь национальной провинции. Если посмотреть на карту. Это хорошее заключительное слово, потому что наше время прошло. То есть я делал вывод, что Путин сультан, как бы он король сультанатов. Потому что оттуда... Он эмир над султанатами. Спасибо огромное. Я напоминаю, с нами на связи в Москве был политолог и политгеограф Дмитрий Орешкин. Спасибо огромное, Дмитрий. Спасибо вам большое. И до свидания вам, дорогие телезрители. Будьте с нами снова. Смотрите нашу передачу в следующую субботу, тоже в 20 часов. Или если пропустили на сайтах нашего канала в интернете, который вы вот сейчас вот тут вот даже не увидите. Спасибо. До свидания. До побачья. До свидания.